Вот оно место моего старта, остановка Просвещенец. Сегодня буду я рассказывать о походе, показывать места, где поворачивать, где сворачивать, где переходить. Сам иду туда в первый раз, но, надеюсь, будет интересно. Все, время 7 часов 10 минут, я начинаю. Первая наша точка Кокжайляу. Закончилась асфальтированная дорога, здесь вы видите родник. Идем по широкой дороге. Берегите от пожара лес, не забываем. И вот, идем, там будет поворот с указанием Кокжайляу и поворот направо, нам туда. Переходим в речку. Сюда можно доехать на машине еще. Вот, тропа расходится и направо. Кокжайляу. Все, здесь уже тропа сужается. Идем дальше по протоптанной тропе. Так, от поворота метров 50 здесь будет два указателя. Если вы идете пешком, то вам налево. Если вы на лыжах, то вам направо. Вот такое у нас утро. Даже лестницу сделали. Очень удобно. Лестница. А то после дождя здесь, как на горке. Вот. Идете по ступеням. Ступени новые. Еще делают их. Попрошу их не ломать. Удобно. Вот. Ну все. Я думаю, к моменту, когда вы будете смотреть это видео, эти ступени уже будут готовы 100%. Тогда вам не придется искать их. Поднимайтесь до конца. Вон оттуда. Частями есть, частями нет. Вот закончился самый сложный подъем. При походе на Кокжайляу. Первые 500-700 метров на крутом подъеме. Дальше уже как бы градус уменьшается и становится легче. Вот город. Вот ступени, которые будут делать. Если вы встретили вот эту табличку, значит вы на верном пути. Поднимается ветер. Идем дальше. Поднимается ветер. Всюм. Тупени. Всюм. На ветер. Всюм. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Прошел ровно час с момента выхода из машины, до как желе в общем осталось по километре два. Два с половиной примерно пройдено. Субтитры сделал DimaTorzok Прошел три брата, ой, три брата Кокжайляу. Дошел до речки и теперь вдоль речки поднимаюсь. Тропа есть вон с той стороны, по горе наверх. Но мне посоветовалось идти сюда. Сказали, что здесь намного легче. Вот лед лежит. Всем привет. Время 9.20. Поднялся выше Кокжайляум. Пройдено сначала пути 7 километров. Впереди у меня гора Три брата. Дойдем до нее. Посмотрим по погоде. Если все нормально, продолжим путь. Если нет, будем разворачиваться, спускаться вниз обратно. Погода чуть-чуть портится. Время 9.30. Высота 2.500. Пошел снег. Вот и зима наступила. Но меня это пока не останавливает. Идем дальше. Ну так вот. Первый мой привал. Что мне с лицом-то перекусил? Теперь буду ждать, пока закончится снег. С дождем. Чтобы не промокнуть. Поместился вот под этим деревом. Вроде не капает сухо. И ветра нет. Будем ждать. О. Вот теперь лучше деться. А то оно какое-то у меня выцвешивое было. Вот так вот надо снимать. Вот так вот. Ну вот. Полчаса пришлось посидеть. Здесь под деревом. Переждать снег. Вроде прояснилось чуть-чуть. И продолжаем свое. Подхождение. Подкрепились. Отдохнули. Даже. Немного вздремнул. Вот город. Это как же эльдово. Немного вздемного. А вот и вид на эту сторону гор. Пик Терешковый. Кумбельтау. Стоится дальше. Три брата там. Пойдем по тропе. Куда она нас приведет. Все. Город остался сзади. Смотровая площадка. Высота уже почти 2750. Деревья закончились. Гелоточки. И тут только кустарники. Идем. Идем. Идем пока в сторону Кумбеля. Вон оттуда. Спустился по тропе. Вот сюда. И дальше сейчас. По этой тропе. Идем. Не знаю. Куда она нас приведет. Впереди туман. Но надеюсь. Сегодня я не заблужусь. Надеюсь. А может и заблужусь опять. Ну ладно. Мне не привыкать. Короче. Пока. Идем. Перевал Трапеция. Если не ошибаюсь. Идем. Идем. Уже километров наверное 13-12 прошли. Вот он. Передо мной. Пик. Кумбельтау. 3.618. 3.620. Высота. От уровня моря. Пик терешковый. Тоже 3.500. С чем-то. Высота. Лежит снег. Там лежит снег. Пик Кумбель. Весота 3.200 кажется. Три брата. Вот. Перед вами. Кумбель. Кумбельтау. И пик терешковый. Как я пойду? Я пойду вот сейчас вниз. До речки. Потом поднимусь вверх. По хребту пойду. И вот так вот вверх поднимусь. С левой стороны. Если смотрите отсюда. Время сейчас 11.10. Общее время пути 4 часа. Еще думаю часа полтора-два. Если погода не помешает, я буду там. Красота. Там едет один человек. Вон там где-то сзади. Наверху. Может быть он тоже туда же идет, куда я. Дойдем до этого перевала. И делаем привал. И потом уже до конца. Так. Это наш Кумбельтау, куда мы идем. Это пик терешковый. Если кто-то захочет, то можно отсюда подняться вот сюда. Также на перевал. И потом сбоку зайти. Очень удобно, несложно и безопасно. Если подниматься сюда, то в камне, под камнем можно попасть. Там камнепаз. Так что выбирайте хорошие маршруты. Вон небо проясняется. Надеюсь, солнце выйдет. И на верхушке у меня хорошая панорама будет. Перевал Кумбель. А что, началась зима. Время 11.50. Высота 3.150. Все. Идем по снегу. Впереди только. Вверх, вверх. Еще раз вверх. Все. С тюльфу наберу. Временно. Камни скользкие. Лед под камнями. Чтобы не упасть. Кстати, там спуск. И направо. Там озеро Титова. Пик Титова. Бельтау. Бельтау. Вот осталось подняться сюда и сюда. Я на месте. А вон там озеро. Погода идеальная. Так, смотрим. Что здесь написано. Део 8,5 километров. Это спускаться надо вот сюда. Вон люди идут на озеро Титова. Людей много там. Раз, два, три, четыре, шесть, семь. И сзади еще шли. Вот и я. У подножия Кумбельтау. Красота. Погода хорошая. Надеюсь, сейчас туман рассеется. И на самой верхушке я сделаю шикарные фотографии. Высота 3,400. Солнце вышло. Идет грозовая туча. Надо будет от нее спрятаться. Чтоб меня током не екнуло. Молнии. Надеюсь, она пройдет. И все на этом. Опять солнце будет. Солнце уходит уже. Вот он, красавец. Держите. Панораму. А за этой горой большое Алматинское озеро. Вниз. Вон там озеро Ситова. Все. Синичная прямая. Как я и планировал. В 11.10. Что за 2 часа дойду. Вот. Время 12.40. Еще полчаса. И я наверху. Все. Увидимся наверху. Пока. А вот и большое Алматинское озеро. Я вот почти дошел. Хоть тучи разошлись. Видно. А вот и озеро Ситова. Вот большое Алматинское озеро. Вот она. Пик Кумбель. Написано, что вот здесь где-то его верхушка. Сейчас понайдем. А вон, кажется, табличка. Сейчас до туда пойду. Красота. Вот эта шишка, которая с той стороны видно. Я стою на ней. Вот позади Кумбельтау. Пошел дальше. Еще какая-то метка. Думал, может, есть записка. Но ничего нет. Записки никакой нет. Высота 3,590 показывает. Сейчас пойду вот отсюда и вниз к озеру. И оттуда через горельник спущусь на Медеу. С Медеу до Просвещенца. И оттуда в машину. Спускаюсь на озеро. Иду по сыпухе. Не советую делать так. Только в крайнем случае. Как это происходит. Вот так. Здесь можно скатиться. Упасть. И оказаться где-нибудь внизу. Вот я сделал спуск. Скумбельтау. Время ровно 2. Здесь уже потеплее. Все. Сейчас минут 10 до озера. Еще раз перекус. Отдых. И можно возвращаться. А теперь думаю возвращаться как через горельник. Или через Кумбель. Обратку. Время ровно. Время ровно. когда идешь по камням главное не споткнуться не подскользнуться спускнешься ударишь колено чашечка если ударишься будет очень больно на своем пути рассказываю подсказнешься можешь подвернуть ногу приятно в помощь пока снимаю не пользуюсь чтобы показать сколько здесь все шевелятся не надо так уверенно прыгать наступать можете прыгнуть а он съездит потом упадете вот люди идут за этим перевалом озеро цветово вот оно озеро цветово там идут люди двое посыпухи тоже видать с чумбулака а 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 искупался переоделся кстати вода классная здесь холодненькая такая бодрящая время 2.30 кажется до 2.30 еще минут 20 посижу и домой все пойду обратно через горельник время 3 часа дня все начинаю обратный путь вот и обратный путь так покажу на связь обратно возвращаться все таки наверно буду через горельник потому что уже становится холодно и вверх подниматься в сторону кумбеля обратно набирать высоту будет я думаю неправильно вернемся горельник мидео а там можно доехать до просвещенца можно дойти пешком полтора километра всего лишь вот такой вот поход сегодня если вы же все-таки захотите вернуться через кумбель вон там тропа идет туда уходит тропа поднимаетесь на кумбель и вниз по хребту и туда уходите вниз на три брата там спускаетесь на кок же и дал и вы на просвещенце а я вон там был это пик кумбель то за это шишка с другой стороны как в такую погоду не ходить в горы не жарко не холодно дождя не было почти на снег посыпал назад иду вообще огонь погода нужно было остаться еще на часик но как говорится не будем рисковать еще будет время прогуляться борьбу и и и и и и и и Время ровно четыре. Подхожу к карлинному гнездо. Осталось еще минут десять до него идти. Пока тепло еще не холодно. Я думаю у шести я уже буду возле машины. Хотя бы на Медео. Прошли орлиное гнездо. Мимо родника горельник. В водопадах горельник. Дальше идем. Еще километра четыре.